Дороги к свободе Со мной представитель правления Центра прикладных политических исследований ПЕНТО, политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Витаю вас. Добрый день. И на связи по скайпу из Москвы политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день. Здравствуйте. Перед тем, как приступить к диалогу с гостями, сюжет о том, что же произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самую большую поддержку Зеленский получил на своей родине, в Днепропетровской области. Третье место заняла лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она уступила Порошенко более 2,5% голосов и, по официальным данным, Центр избиркома выбывает из борьбы за президентское кресло. Тимошенко с поражением не согласна и обвиняет Порошенко в краже ее голосов. При этом лидер «Батькивщины» заявила, что не будет опротестовывать результаты выборов в суде, поскольку не верят в его честность. Наблюдатели, в том числе и международные, заявили, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали. Комментируя в своем штабе итоги экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков, Порошенко заявил, что первый тур сломал российский сценарий выборов и назвал своего соперника марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Реакция Москвы на итоги первого тура украинских выборов немногословна. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремлю хотелось бы видеть у руля соседнего государства не партию войны, а силы, которые нацелены на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Ключевым элементом подготовки к нему должны стать предвыборные дебаты. Хорошо владеющий ораторским искусством Порошенко уже призвал своего конкурента сразиться с ним в прямом телеэфире. Зеленский вызов принял, однако, как полагают эксперты, в его штабе могут и отказаться от теледебатов, которые для кандидатов в президенты Украины, согласно закону, о выборах не обязательны. Владимир Владимирович, вот вы были одним из тех украинских политологов, кто не сомневался в электоральном успехе Владимира Зеленского, когда же это как-то еще не было такой очевидной социологии, я свидетель этого, да, помните? Беседовали это еще было зимой, еще многие колебались, еще многие считали, что... Не верили многие в рейтинг Зеленского. В рейтинг Зеленского, ну понятно, что да, конечно, он есть, но тогда Юлия Тимошенко еще говорила, ну в любом случае во втором туре мы с Петром Порошенко будем бороться за президентство. Откуда у вас была такая вот тогда уверенность в его успехе? Ну, скорее на первом этапе интуиция срабатывала, но потом все-таки динамика. И по данным всех исследований было очевидно, что рейтинг растет. И стало очевидным, что вот тот запрос на новых, который последние три года был, но не было предложения и не было объекта, на который этот бы запрос упал и вырос бы. Почва была удобрена хорошо. Я вот в шутку говорил, что искали украинского Макрона, а нашли Зеленского, но нашли уже подвыборы. Кроме того, была еще такая специфическая ситуация до конца прошлого года. Избиратели, которые не верили политикам, искали неполитическую альтернативу кандидатам в президенты. Они колебались между Зеленским и Вакарчуком. И вот год назад, еще весной прошлого года, рейтинги у них были практически одинаковые. Поэтому вот если бы Вакарчук остался, то ситуация, наверное, была бы другой все-таки. Но как только стало ясно, что Вакарчук не пойдет, большая часть сторонников Вакарчука ушла к Зеленскому. И это тоже стало одной из причин резкого его рейтингового рывка в январе месяце. Поэтому вот уже в январе стало очевидно, что он становится главным фаворитом. И вот именно эта позитивная динамика, она уже была очевидна, за месяц она не проходит. Поэтому вот я тогда для себя сделал вывод, что он один из главных фаворитов. Дмитрий Борисович, вот хотел я вас спросить относительно того, как в принципе вы воспринимаете этот итог первого тура. Ведь у многих украинцев, у одних этот успех Владимира Зеленского в первом туре вызван с такими вот большими ожиданиями, а у других такое катастрофическое, знаете, восприятие этого, что все пропало. Что вот все идеалы Майдана растоптаны. Как можно голосовать за шоумена на президентских выборах? Не изменит ли он круто украинскую политику? У вас, вот когда вы смотрите из Москвы на это, есть такое ощущение, что может все это перемениться так? Ну я могу только про себя говорить. Я испытываю чувство глубокого удовлетворения. Потому что, во-первых, во второй тур прошел Порошенко, и это как бы разочаровывает кремлевскую вертикаль. Во-вторых, налицо совершенно явный запрос на новизнук. И этот запрос реализовался с помощью электральных процедур. Что очень важно. В-третьих, мне жутко нравится, что социологи угадали. Вот понимаете, это значит нормальное общество. Это значит люди правильно, честно не боятся отвечать на правильно поставленные вопросы, а социологи не жульничают. У нас в России пуганная ворона-то пуста боится. И поэтому думали, ну, может быть, там раздувают Зеленскому за деньги Коломойского или еще за какие-то деньги. Поэтому был некоторый такой скепсис. И вдруг оказалось, что точнехонько угадали. Ну и, наконец, четвертый резон. Выборы-то честные были. Понимаете, мы как-то от этого уже отвыкли. А здесь, оказывается, в общем, славянский народ не хуже всех прочих может, если ему дать свободу, вести себя вполне вменяемо и даже по-европейски. Поэтому мне это нравится. А то, что это не нравится Кремлю, это понятно. Они очень хотели, чтобы Порошенко проиграл тому, что он наступил слишком на много мозолей. А у нас нога-то у Кремля мозолистая, так что наступать есть куда. Ну и то, что Зеленский в Кремле воспринимается как непонятная фигура, которую, возможно, удастся развести с целью хаотизации политической обстановки на Украине, это тоже вполне рассматривается как возможный вариант действий. Но я про свою точку зрения говорил, а не про Кремлевскую. А вот хаотизация – это может быть последствия президентских выборов, ситуации политической? Есть такая опасность? Риски такие есть. Кстати, опасности есть и в случае победы Порошенко. Я даже не сказал, что в случае победы Зеленского. Я сказал, что в случае результата президентских выборов. Естественно, да. Но просто контекст хаотизации больше связан именно с возможной победой Зеленского. Этого многие действительно боятся. Слабый, неопытный президент. Поэтому процесс пойдет неуправляемо. Хотя, на мой взгляд, в случае его победы, особенно во внутренней политике, в роли таких стабилизаторов выступит правительство Гройсмана. Думаю, кстати, возрастет роль министра Авакова. В значительной мере он может быть таким посредником, потому что он хорошо знает всех и правила игры, и может стать таким наставником. Кстати, как в фильме. Там тоже есть наставник у президента Голобородька. Вот и Аваков таким наставником станет своеобразным. Но я вот на другое обращу внимание, вот действительно есть риски в случае победы Порошенко. Конфликт с оппозицией остается. Недовольство, усталость, разочарование, накопившиеся по отношению к президенту, они могут, к сожалению, привести к кризисному конфликтному противостоянию. И в контексте парламентских выборов, и после выборов. Поэтому риски есть и в этом случае. Но вот я соглашусь с такой вот позитивной оценкой этих выборов. На мой взгляд, вот победа Зеленского пока в первом туре, это, знаете, как своеобразный электоральный Майдан. Уж лучше пусть вот протестные эмоции выходят на выборах. На выборах могут приводить к переменам, нежели опять противостояние на улицах. Поэтому я сторонник вот таких вот электоральных Майданов. И в этом плане на выборы сыграли роль своеобразного клапана, который хотя бы частично снимает напряжение. Дмитрий Борисович, вот говоря о том, что Петр Порошенко наступил на мозоли Москвы, можно же сказать, что в принципе он это делал, я бы сказал, не по своей воле? Ведь Порошенко начинал с его президентства в 2014 году как умеренный политик, которого в Москве рассматривали как партнера по переговорам. Можно сказать, что любой украинский политик обречен наступать на московские мозоли, просто потому что Москва готова подставить любому вот эту вот свою уверенную ногу? Ну, я думаю, что нет, не любой. Я думаю, что, например, господин Бойко вел бы себя аккуратнее и старался бы избегать соприкосновения с мозолями, а делать что-нибудь более приятное для Москвы. Но любой политик, который не случайно, как, например, условно представив себя Бойко во главе страны, можно это сделать только с помощью каких-то искусственных мероприятий. Но электорально поддержанный президент, конечно, он вынужден идти на конфронтацию, потому что война – это такая вещь, которая в сознании людей остается надолго и отравляет отношения тоже надолго. Так что жесткость… Конечно, Порошенко, в общем, не хотел бы ссориться. Я уж не говорю про объективные вещи типа рынка сбыта, но есть и субъективные шоколадные фабрики или что-то там есть в России. Но ему, да любому политику, за исключением, так уж совсем отчаянных вождей, типа Адольфа Аллаизыча или Иосифа Сорионовича, скорее в XXI веке нужны хорошие отношения с соседями, тем более с такими, скажем, недвежьими повадками, как Россия. Но когда у тебя оттяпывают кусок территории, когда на другой части территории у тебя начинают войну, как ты можешь изображать миролюбие? Только если уж совсем ситуация, примерно как в Латвии 1939-1940 года, когда никуда не денешься. А здесь, слава богу, было куда деться, и поэтому любой политик, он будет заниматься довольно жесткую промосковскую политику, позицию, и стараться, естественно. А антимосковскую? Я сказал промосковскую? Вы сказали промосковскую, да. Извините. Я никому не хотел обидеть. Так что я думаю, что, конечно, на улучшение отношений рассчитывать не приходится, а вот подвозить или подложить маленькую свинью в Украине, хаотизировать ситуацию, раскачать и поддержать каких-то самых левых или самых правых, это за милую душу от нашего государства можно ожидать. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник, а эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С политологами Дмитрием Орешкиным и Владимиром Физенко мы обсуждаем итоги первого тура президентских выборов в Украине. Владимир Вячеславович, вот, кстати, интересный момент. Дмитрий Орешкин говорит о том, что представить себе Юрия Бойко президентом Украины можно только с помощью специальных мероприятий. Ну, мы даже знаем, какие это могут быть специальные мероприятия. Но вместе с тем я посчитал, что общий результат Юрия Бойко, представителя оппозиционной платформы, и Александра Вилкула, представителя оппозиционного блока, это осколки партии региона, и это министры из правительства Виктора Януковича и Николая Азарова, они в общем, если бы там был один кандидат, позволяли бы надеяться, что этот один кандидат входит во второй тур выборов. Очень близкий результат к Юлии Тимошенко и даже к Петру Порошенко. Но вот возникает вопрос, а зачем они раскалывались? Это же для меня вообще великая загадка. Ну, вначале успокою, потому что вот эта версия уже обсуждается. Более того, у Бойко уже сказали, это был как укор раскольникам из группы Ахметова, из оппозиционного блока. Вот если бы был один кандидат, вот мы бы тогда поборолись за выход во второй тур. Там получается около 15-16 процентов, если немножко округлять, но надо понимать одну вещь. Вот как вот в процессе объединений не все голоса суммируются. Вот пришел Мураев к Вилкулу, не все голоса достались Мураеву и Вилкулу. Так и здесь. Я думаю, что от этого объединения частично выиграл Базилинский, потому что часть голосов досталась бы ему. Вот это первое обстоятельство. Второе. Почему не договорились? А тут много причин. Все смешалось. И старые обиды. Психология. Насколько я знаю, причем я слышал об этом от некоторых людей из оппозиционного блока и людей далеко не последних, там просто ненависть по отношению к Бойко и Левочкину. Видимо, вот это совместное существование в браке по расчету по имени партии регионов и вокруг Виктора Януковича привело к накоплению стольких обид и взаимных претензий, что они рано или поздно должны были выплеснуться. То есть Вилкул это и Зеленский, скажем так, региональный? Вилкул это безысходности. Там не было рейтингового кандидата, но они никак не хотели соглашаться у Ахметова на кандидатуру Юрия Бойко, поэтому категорически отказались от этого. А вот своего рейтингового кандидата не было, а Вилкул очень хотел. Поэтому решили попробовать его, ну такой кастинг своеобразный. Теперь, я думаю, будут пробовать Мураева. Но есть еще экономические противоречия давние. Вот рассказывают, что якобы, когда начались переговоры об объединении, Ахметов передал через Медведчука, что условием объединения, его согласие на объединение, это возврат предприятий, захваченных в ДНР и ЛНР, его предприятий, сепартистскими властями, ну и российскими ставленниками. Предприятия никто не вернул. Их вот приватизировали, внести, национализировали, в кавычках, два года назад. Ну и ряд других претензий, опять-таки, разные политические интересы и амбиции. Поэтому договориться не удалось. И, может быть, к счастью, на самом деле, в интересах страны, даже не в интересах Порошенко, в интересах страны, пусть там будет плюрализм на этом фланге, пусть расцветают сто цветов. И главное, чтобы все-таки постепенно там, может быть, появлялись политики, не связанные с партией регионов, которые бы могли участвовать в переговорном процессе. И вот позитив Зеленского в том, что он на себя забрал часть бывшего электората партии регионов, снял вот это напряжение, противостояние между условным западом и востоком Украины. И, в принципе, лучше иметь дело в парламенте с людьми Зеленского, нежели с бывшими регионалами. Вот, Дмитрий Владимирович, Владимир Владимирович Висенко говорит о украинском интересе. А мне, честно говоря, интересен российский подход. Ведь у Кремля же тоже должен быть свой интерес. Почему Кремль допустил, что, очевидно, пророссийские силы, настроенные на совсем другие отношения с Москвой, чем нынешняя украинская власть, раскололись. И никто в Кремле даже не делал попыток добиться их объединения. Более того, демонстрировали свое, я бы так сказал, уважение, свой приоритет. Принимали одного из кандидатов в Москве. Вы помните, что накануне первого тура президентских выборов Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Александра Вилкула не просто не приглашали. Против него санкции объявили, Дмитрий Борисович. Мы с ним оба в одном санкционном списке России. Вы представляете? Я вообще никогда не думал попасть в один список с господином Вилкулом. Нигде. Ну, смотрите, я-то думаю вот что. Во-первых, у Кремля, на мой взгляд, нет стратегии. Вот украинской стратегии у него нет. Если бы была, он бы себя вел по-другому, мне кажется, по-вменяеме. А во-вторых, у него нет и серьезных рычагов влияния. Они могут, конечно, помочь деньгами, они могут на того же самого Вилкула санкции объявить. А это сильно повлияло на его позицию среди украинских избирателей. Я думаю, что среди, условно говоря, левобережных или русскоязычных, наверное, они вообще-то, может быть, это даже и не заметили. А некоторая часть, может быть, наоборот, даже позитивно восприняла. Потому что даже русскоязычные, насколько я понимаю, люди совершенно не собираются ложиться на Украине под Путина. То есть у меня-то такое ощущение, что украинская политика Кремля, она находится в каком-то глубоком тупике. Они единственное, что могут сделать сейчас, это подложить кирпич под поезд Украины, которая идет на пути к формированию своей новой гражданской или политической нации. Кстати говоря, чем мне эти результаты выборов понравились? И там, и там, и на востоке, и на западе люди, хотя в разных пропорциях, но голосуют за разных людей. Из-за Зеленского на западе, из-за Порошенко на востоке. Понятно, что числовые значения разные, но это для них общий кандидат. Это значит, что формируется новая гражданская нация. Я от души завидую, при том, что очень серьезные были внутренние раскольные проблемы. Ну так вот, а у Кремля этого нет и близко, и они даже, по-моему, они даже не понимают, что происходит. Единственное, что могут, это кому-то что-то испортить жизнь. Да и даже испортить-то толком не могут. Вот Вилкулу не испортили же. Да, и организовали вот эту публичную поддержку господина Бойко. Может быть, из-за этого он получил чуть больше, чем мы обещали социологи. На процент на два. Не исключено. Но все равно недостаточно. То есть, мне кажется, проблем-то в том, что Кремль мыслит в категориях запустить руку поглубже в тело партнера-соседа и там ухватить за какой-нибудь болезненный орган. Там за селезенку или еще за что-то. А рука-то не достает уже. Вот что самое интересное из этих выборов, как мне кажется, следует. Могут-то Владимир Зеленский и Петр Порошенко вообще уже измениться за эти три недели? Есть шанс увидеть другого Порошенко, другого Зеленского? Даже если они вдруг резко меняют какие-то там внешние имиджевые черты, это будет бессмысленно, потому что за три недели избиратель не успеет переварить, переосознать, переосмыслить. Это чисто технологическая скорость движения нейронов не в одной конкретной голове, а в 30-миллионной голове, которая объединяет все украинское общество. Так что я думаю, ничего резкого не может быть. Это у нас, опять же, в электоральных султанатах бывали такие ситуации, когда в первом туре с отрывом в 20% лидирует один кандидат, а во втором с отрывом в 30% его противник. Но это чистый результат фальсификации, как, например, это и в Дагестане было в 96-м году, а на Украине нет, не проходит. А чисто с точки зрения восприятия, избиратель как мыслище существо, он просто не успеет осознать этих перемен и сказать, вот я раньше его не любил, а теперь я его полюбил. За три недели такое не бывает. А вы допускаете, что у Петра Порошенко, Б. Дмитрий Петрович, есть возможность отыграть свои эти проценты, которые он уже проиграл Владимиру Зеленского, получить больше? Ну, во всяком случае, вот мой российский опыт показывает, что феномен второго тура показывает, что у инкумбента шансов на победу во втором туре, если он не победил в первом, естественно, не больше, чем одна четверть. А у Порошенко, я думаю, даже поменьше. Но все равно есть, потому что у него административный ресурс, у него опыт. Он может расколоть, если ему повезет, или если он правильно воспользуется этой возможностью, Зеленского на дебатах, например, потому что он все-таки много собак политических съел, а Зеленский вегетарианец в этом смысле. А что же такая арифметика? Ну, я чуть-чуть больше даю. То есть, если, допустим, выходить из данных социологии и считать именно тех избирателей, которые будут голосовать, кто определился, социологи расклад такой дают. 68% за Зеленского, 32% за Порошенко. Но вот как раз принимаем внимание не только административный ресурс, а вот хороший организационный ресурс, который очень хорошо сработал в первом туре. Мы увидели, эффективно работает машина Порошенко электоральная. И вот говорят, что эта агитационная сеть, пресловутая, она добавила где-то до 5%, включая там и целевую социальную помощь и так далее. Финансовые ресурсы есть, опыт действительно огромный, технологичная кампания его ведется. Поэтому я бы даже добавил немножко, там до 40%, ну 35-40% у Порошенко, но все равно разрыв очень большой. И вот я бы еще добавил очень важный фактор. Команда Порошенко может играть на снижении явки. Вот если явка будет меньше половины, и ему удастся отвлечь от выборов и значительную часть сторонников Зеленского и сторонников оппозиции, вот тогда шанс у Порошенко. Тогда концерт устроить? Не, ну для молодежи. Ну вот я говорю, да, что, кого привезти. Да, 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 но это другое дело, да. А вот оппозицию будут убеждать, что оба плохие, сторонников оппозиции, да. Поэтому не надо ходить на эти выборы. А у Порошенко достаточно мобилизованный, хорошо мобилизованный электорат. Может быть еще часть привлекут те, кто боится именно вот такого президента, как Зеленский. Ну вот, собственно, проверим, я думаю, буквально через несколько недель эту вашу арифметику с Дмитрием Орешкиным. Это такой важный, мне кажется, момент, который стоит понять, насколько вообще он может быть вообще подтвержден. Но вместе с тем интересен еще и такой момент, о котором стоит, наверное, в конце разговора говорить. А побежденный сдастся? Может быть, он пойдет на парламентские выборы? Ну, почти наверняка. Ну вот, мы уже услышали, Юлия Владимировна уже сказала. И, в принципе, я думаю, у нее шансы будут. Да, она идет, да. Она хочет взять реванш на парламентских выборах. Ну и, допустим, если Порошенко проигрывает, вне всякого сомнения, думаю, он пойдет на парламентские выборы. Тем более, что ему нужно сохранить вот этот электорат. Он его так выпистывал, сформировал. Это его ресурс на парламентских выборах, где он может попытаться взять реванш. По Зеленскому, вот я не уверен, если проиграет. Тут возможны варианты. Партия может пойти, а он может отказаться. То есть, слуга народа в политической жизни останется, а слуга народа останется в квартале 95. Он может остаться виртуальным лидером, это более привычная роль будет. Но посмотрим, тут возможны варианты. Так что, украинская избирательная драма продолжается. И вот сейчас второй тур, который напряженный. Мы многие видели напряженные вторые туры на постсоветском пространстве. Видели Леонид Кучма, Леонид Кравчук, видели Борис Ельцин, Геннадий Зюганов. Но Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович. Но я вам скажу, такого второго тура еще не видел никто. Так и такого кандидата мы не видел. И такого кандидата не видел. Так что будем с интересом следить, как будет развиваться эта ситуация. Поблагодарю Владимира Офисенко и Дмитрия Орешкина за участие в этом эфире, который провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Увидимся, господа. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин